Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон и Антоха. Мы закончили тем, что я нашел кактусы, тыквы, тростник и сейчас... А, железо у нас также появилось, я сделал компас. Димон там делает балкон. Точнее, я уже сделал. Да. А Антоха, чем ты занимался? Антоха. Исчез Антоха, связь потерялась. Да, Антоха, чем ты занимался в прошлой серии? Я нашел железо, принес, из которого сделали компас. Ага. Добыл пару... Замок. Пару... Как вам? Десять говядины, сделал стейки. Ага, отлично. Так, а я сейчас сделаю красный краситель и покрашу овец. Кстати, интересно, из ромашки какой делается краситель? Светло-серый. Нет, не годится. Нам светло-серый краситель. Пусть она лучше в хорошочке будет. А из голубого василька какой? Голубой, наверное? Ха, тоже светло-серый. Нет, не годится. Светло-серый нам абсолютно ни к чему. Такс. Стрелы сюда. Кости сюда. Аниловое плоть сюда. Семена. Семена тыквы. Но... Пока сюда. Песок. Вот, кстати, у нас, по-моему, нету для песка ящика. Ага, один есть. Он с гравием у нас. Ну и вроде бы всё. Единственное, что топор... Взять... Такс. Краситель делается простым образом, вот таким. И сейчас пойду красить. Ага, ещё зелёный пережарился. И печки у нас пустуют. Вот я не знаю, угля у нас... Наверное, ещё поставлю, закину. Да деревом, древесным углём пользуйтесь. А то углёк... Так я так и пользуюсь. Я сейчас дерево закидываю. И с помощью древесного делаю тоже древесный уголь. Зелёный краситель. Наверное, часть овец покрашу в красный, а часть в зелёный. Зачем? Ну, понадобится. Ещё надо молока набрать. Такс. Раз, два, три, четыре. Наверное, пока четырёх хватит, а четыре зелёных. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре белых? Нет, пять белых ещё. Если белое с красным, получится розовое. Если зелёное с красным, я даже не понял, что получится. Сейчас увидел. Ха. Случайным образом получается. Если белое с зелёным, наверное, тоже случайным образом. А нет, получается светло-зелёный. Лайновый. Ещё один белый, ещё один зелёный. О, и остальное лжи. Всё, что осталось. Что-то ты их там мучаешь, я слышу, как они кричат. Что? Что ты овец мучаешь, я слышу, как они кричат. И ещё, если найдём лазурит, покрасим в синий. А синий, смешивая с красным, может будет фиолетовый получить. В общем, гамма у нас будет такая довольно обширная. Разводим коров. Кровь развели. У нас тростник уже чуть-чуть подрос. Максимум он до трёх блоков вырастает. Нужно верхний рубить, нижний оставлять. Они будут заново вырастать. Саженцы. Тоже высажен. Шерсть и краситель сброшу. И что теперь? Какая у нас теперь задача? У нас задача найти курицу. Это раз. Во-вторых, ещё железо. И в-третьих, алмазы. И золото тоже желательно. Из золота можно часы сделать. Золото и красная пыль. Ого, лестница такая... Просторная. Да, вид отсюда хорош. Эй, оу. Отличный даже, можно сказать, вид. Особенно с дальней прорисовкой. То вообще, если бы оно ещё всё прорисовывалось, прогружалось, а то бывает иногда... Вот как, например, там гра сейчас. Это ухудшает, конечно, обзор. Ага, наверное, пшеницу я там соберу. У нас уже пшеница, по идее, созрела. И, наверное, скоро уже темнеть будет, поэтому... На поиск... Курии лучше с утра выходить. Главное теперь не скосить вот это вот... Стебли тыкв. Жалко, я не взял с собой семена тыкв. О, вот. Вот этот стебель тыквы уже созрел. То есть, скоро появится, наверное, тыква. Как вам выглядит, становится? Сейчас я спущусь. Стебель тыквы. Ага, ты уже тут? Да. Вот, по крайней линии у нас тыквы посажены. Вот эти вот такие... Жёлтые, созревшие. А, вот это, да? Созревшие, да. Тут я всё остальное... Какую можно бахнуть? Не, никакую. Их не надо бахнуть. А, вот ты же говоришь созревшие. Созрел, но должна появиться тыква. Вот на вот этих вот. А, я понял. Не выросла ещё, короче. Да, кстати, надо сейчас быстро засеять вот эту линию пшеницы, чтобы там не появилась тыква. Потому что тогда оно испортит грядку. Уже темнеет. Сейчас надо по-быстрому завершить плантацию. И бежать. Пропускать ночь. Странно, какая-то стрела торчит здесь. Ты тоже тут успел выстрелить. А где наш шантом? А вот, кстати, я тоже. О, тыква появилась. Димон, ты далеко? Сейчас. Ага, вот это она появилась. Угу. Вот это таким образом она появляется. То есть видно даже, как она от стебля. И её теперь топором рубишь. Переделай её на семечки. И посадив в крайний вот эти вот... На крайний ряд. Странно, кто-то тут, видимо, прыгает иногда по плантации. Потому что вот этот блок, например, выбит был. Они непонятно спавнятся, что ли. Прямо на поле. Может с балкона это проверить? Ну, в принципе, ночью туда бежим пропускать. И с утра уже я там плантацией продолжу заниматься. Так, ночь пропущена. Я сейчас возьму тыквы, которые у нас лежат ещё. Преобразовываю в семена и бегу. Ага, ещё беру семена, которые лежат. И бегу сосаживать тыквы. Что, специально как-то все под балкон посадили? Я ж когда там ремонтирую, я ж могу на них бахнуть. Шок. Шок, мягко падать было. Ну, спасибо. О, ровно хватило тыкв. Ого, сколько потоптали тут гады. Засажу плантацию. Ух ты. Ух ты, ёж, шо это было? А где это рванул крипер? По-моему, где-то возле меня. Или нет? Что меня так откинуло? А с жизнью у тебя шо? Нет, всё нормально. Какая странно. Что-то сам по себе. Не, возле меня, да. Возле меня бахнул. Ты по-аккуратнее, а то так может и убить. Да я его даже не заметил. Крался сзади. Пока что размножаю овец без разбору. Потом в синий цвет покрашу. Тех, которые не нужны. Которые наши. И, возможно, у нас будет синих только размножать. Красный. Это типа на смерть, да? Синих ещё входят. Хотя можно и лаймалов тоже. Интересно. Так-то нам белый цвет нужен. И красный пока. Остальное вроде как и не особо. И коров. Размножить. Вот когда им будет то, что, наверное, на 60. Или больше. Туда можно будет начать уже частично валить. А ещё лучше, когда где-то сотни. Туда можно штук 30 завалить. Размножить. Точнее, штук 40. Размножить и будет 90. 10 размноженных. Ещё тростник чуть созрел. Дерево выросло. Скидываю весь хлам. Блин, до сих пор я босиком бегаю. У нас, кстати, дерева уже не так уж и много. Надо бы подрубить. Вот, пшеницы у нас много. Хлеба теперь тоже довольно-таки много. Антоха, ты там есть? Угу. Там, наверное... Чуть приглашил микрофон. Да, я тоже так думаю. Так-с... 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 Меня никто тут не видит, нет? Нет. Так, ну, в общем-то... Нам теперь отправляться в шахту. За алмазом. За алмазом. За алмазом. А если посмотреть наверх? А-а-а... Ха-ха-ха... Ты там площадку уже делаешь? Да, вертолётная. Так-с... Ага, можно кури поискать. Хотя, опять же, по-моему, уже скоро начнёт темнеть. Ну, нет. Ну... Ещё почти где-то 2 часа. По ихнему времени. Ну, хотя, да, солнце вроде высоко ещё. Компас у меня есть, Антоха, ты там сильно далеко не убегай. А я могу... Нам вообще-то каждому нужно компас, но у нас с железом сейчас напряг. Я ещё тростник вдалеке вижу. Ох, только что, чуть-чуть протормозило. Видимо, там что-то прорисовывалось. В какую пещеру пошли? В мою? Я не в какую. Я пока побежал. Кстати, я, наверное, завалю. Тут коровы есть. Я побежал на песке куриц. О, тут свиньи есть. Но свиньи нам, по большому счёту, не нужны. С них только мясо можно выбить. А мясо у нас из коров попадает. Выбить. Прямо как в 90-х. Ничего себе, сколько тут коров. У нас, кстати, время серии уже подошло к концу. Наверное, тогда мы её сейчас и завершим. И уже в следующей серии я продолжу поиски куриц. Итак, спасибо, если вы смотрите нас. До встречи в новой серии. Всем пока. Всем пока. Пока.